Всем привет! Сегодня у меня на обзоре Amaran 300C. Это 300-ваттный моноблочный свет, но не простой, не бикалорный, а RGB. И также Apoche выпустила аналогичный моноблок и на 150 ватт, Amaran 150C. И именно RGB моноблоки ранее я называл самым универсальным светом. И ничего не изменилось. Достоинство моноблока с креплением Bowens заключается в том, что с его помощью вы можете сделать абсолютно любой свет в кадре. Вы просто устанавливаете нужный модификатор и получаете задуманный вид освещения. И при этом вы можете сделать абсолютно любой цвет. И разумеется, существуют светодиодные панели, существует линзованный свет, существует гибкий свет. И у каждого есть свои преимущества в использовании. Где-то компактность сетапа, где-то удобство монтажа, в том числе и под потолок. Но так или иначе, все эти типы освещения вы можете получить на RGB моноблоке с помощью соответствующего модификатора. И пожалуй, единственными источниками освещения, которые нельзя заменить моноблоками, являются RGB трубки. И дело тут не в самом характере света. Ничто не мешает вам установить узкий стрипбокс, например. Дело лишь в том, что RGB трубки часто используют в самом кадре как элемент декорации. Так что, если у вас вообще нету света, и вы только собираетесь обзавестись первым, но не понимаете, какой именно светильник вам понадобится в будущем, то просто покупаете RGB моноблок и точно не прогадаете. А уже по мере необходимости докупите нужные модификаторы. Если этот вопрос мы закрыли, то возникает следующий. А какой мощности этот моноблок должен быть? И хитрость тут заключается в том, что максимальная мощность светоотдачи моноблока может быть понятна только для светильника с постоянным белым светом, то есть для световой температуры 5600 Кельвинов. На таком приборе у нас вся диодная матрица светит полностью и потребляет свою максимальную мощность. То есть заявлено у нас, например, 150 ватт, вот на все эти ваты он и светит. Если же мы берем бикалорный моноблок с регулируемой цветовой температурой, то у него матрица состоит из двух типов светодиодов – теплых и холодных. И в зависимости от выбранной цветовой температуры, они светят в определенной пропорции. И честную максимальную мощность светоотдачи мы получим только, если они будут светить все вместе на максимальной мощности. То есть это произойдет на каком-то одном значении этой самой цветовой температуры. И находится она примерно посредине между максимальной и минимальной. И, кстати, именно поэтому производители бикалорных светильников стали устанавливать более теплые и более холодные светодиоды, чтобы максимальное мощное свещение приходилось именно на 5600 кельвинов. Но, например, на 2800 кельвинов этот же прибор будет светить на половине мощности. А теперь представьте, насколько эта пропорция усложняется на RGB-матрице. Причем не следует забывать, что RGB ее называют по привычке. На самом деле это RGB-WW-матрица, то есть у нас есть 5 типов светодиодов. Красный, зеленый, синий, белый теплый и белый холодный. И все они светят в определенной пропорции в зависимости от выбранного цвета. Если мы имеем, к примеру, такой светильник с мощностью 150 ватт, то это означает, что на каком-то цвете он будет светить на 30 ватт, на каком-то на 50, а на каком-то на 120. Эпоче приводит значение как освещенности, так и значение светового потока, что очень хорошо и позволяет реально понять разницу в мощности света между приборами. Конечно же, с добавлением RGB-функционала выросла и цена. Посмотреть, сколько стоят Amaran 150C и Amaran 300C вы можете в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас я освещаю себя с помощью Amaran 200X и на него, а также еще и на Amaran 100X я делал обзоры. Эпоче недавно обновили эти приборы и теперь в название добавили букву S. И несмотря на то, что корпуса остались те же, там установлены новые диодные матрицы, которые обеспечивают просто запредельное качество цветопередачи. Индекса спектрального сходства SSI составляет 87 для дневного света на 5600 кельвинов и 89 для галогенного света. И таких индексов я не видел вообще никогда раньше. Еще пару лет и Эпоче сделает светодиоды с SSI равным 100, а это означает, что они будут давать идеальный спектр, полностью идентичный галогенным и металлогалогенным лампам, которые почти сотню лет были стандартно в кино, а потом и в телеиндустрии. В общем, в описании будет вся полезная информация, а также список оборудования, которые я сам использую для съемок. Ну и про наши телеграм-группы не забывайте, они также будут в описании. Еще я хочу, чтобы вы обратили внимание на один нюанс. Посмотрите, насколько плотное здесь стекло. Стекло, которое установлено над диодной матрицей. Такой плотности оно нужно для того, чтобы делать идеальное рассеяние цвета. Потому что, если вы смотрели, например, мои предыдущие обзоры светильников, то раньше RGB матрицы выглядели вот так вот. И если вы использовали проекционные насадки, то вместо равномерного свечения вы получали как раз таки вот эту вот мозаику из отдельных светодиодов. И для того, чтобы этот эффект не возникал, нужно поставить плотное рассеивающее стекло. Такое стекло существенно ослабляет яркость. Если говорить в целом о качестве света, то у эпича он давно уже стал, можно так сказать, идеальным. И в своей бюджетной линейке Amaran они экономят в первую очередь на конструкции, материалах и функционале. В частности, на отсутствие множества различных эффектов и встроенной поддержки беспроводных сетевых протоколов управления. Второе уж точно вам вряд ли понадобится, если вы не устанавливаете на площадке больше десятка световых приборов. Но на чем никогда не экономят в Amaran, так это на качестве света. Ну и теперь давайте поближе познакомимся с этим прибором. Я расскажу, чем он отличается от своих младших братьев. Поставляется он в таком вот пенопластовом чемодане, в котором в принципе его можно с собой возить, если у вас нет специальной сумки. У меня, например, есть вот такая. Туда влезает весь свет и еще куча всего дополнительного. В моем списке оборудования найдете, если будет интересно. В комплекте большой блок питания на 360 ватт и рефлектор. Длина кабеля от розетки до блока питания полтора метра, а от блока питания до прибора 3 метра. То есть суммарно 4,5 метра и это откровенно маловато. Кабель питания имеет классический XLR разъем, а это означает, что в случае его повреждения вы сможете самостоятельно легко его заменить. И еще несколько слов о питании. Дело в том, что вот эта вот конструкция с XLR разъемом, она появилась здесь не просто так. Дело в том, что нужно было унифицировать все приборы для того, чтобы они могли работать от V-Mount адаптеров, которые есть, опять же, у Apoche. Теперь у них все блоки питания на 48 вольт и, по большому счету, вы можете взять блок питания от старшего прибора, подключить его к владшему и не будет никаких проблем. Пульта управления в комплекте нет. Apoche давно его уже не кладет, так как рекомендует пользоваться своим мобильным приложением Sidus Link для одновременного управления всеми своими источниками света. Теперь давайте внимательно посмотрим на качество изготовления. Линейка Amaran у Apoche считается бюджетной и своего рода консюмерской. Отличия от топовых приборов Apoche заключаются в материалах изготовления. У моноблоков Amaran пластиковые корпуса, а также более простая комплектация. Amaran 300C не стал исключением. Корпус у него пластиковый, при этом прибор стал гораздо крупнее, чем бикалорный Amaran 200X. Крепеж все также металлический, разумеется, а вот держатель зонта и ручка пластиковые. Ровно то же самое, что и на линейке Amaran 100X и 200X. И там крепежу не было никаких вопросов. Конструкция его такова, что на пластиковую ручку практически не приходится нагрузки, при том, что фиксация положения прибора очень сильная. Даже с тяжелыми софтбоксами крепеж не будет проскальзывать. Он прекрасно работал и раньше, а здесь он стал еще массивнее. Но вот в чем заключается очень важное отличие от младших Amaran, так это металлический крепеж Bowens. Раньше он был пластиковый, что делало невозможным постоянное применение тяжелых софтбоксов типа Apoche Laidom 2. И несмотря на то, что мой Amaran 200X постоянно работал именно с этим большим софтбоксом, но каждый раз при его установке я допускал, что пластиковое крепление может не выдержать, особенно если я случайно резко задену установленный софтбокс. Поэтому на сайте Apoche в списке рекомендованных аксессуаров для младшей линейки Amaran самым тяжелым софтбоксом является Lantern 90. А вот на Amaran 300C вы без проблем сможете устанавливать любые модификаторы, в том числе и огромный 150-сантиметровый Laidom. И, кстати, то же самое касается и 150-ваттной модели Amaran 150C. Также вместе с этими светильниками была представлена и новая проекционная насадка Amaran Spotlight SE. Она значительно компактнее, легче и дешевле оригинального Spotlight, на который у меня есть обзор на канале. Также из новых модификаторов Apoche сделала еще Amaran Laidom Mini SE. Его вы уже видели в кадре и о нем подробно я расскажу в конце этого видео. Практически все внутреннее пространство прибора занимает массивный радиатор. Вентилятор тут работает на очень низких оборотах, поэтому его не слышно с расстояния 30-40 сантиметров даже на максимальной мощности. Управление здесь осуществляется двумя, не побоюсь этого слова, крутилками. Одна всегда отвечает за яркость свечения, а также за выбор режима работы. И здесь их всего два. Белый свет с регулировкой цветовой температуры и RGB режим. А второй регулятор отвечает за выбор значения цветовой температуры и сдвига зеленый-пурпурный в первом режиме, а во втором режиме за выбор цвета и его сатурации, то есть насыщенности. Вот собственно и все. А где же всевозможные эффекты и другие режимы работы вы спросите? И как видите Apoche не стала перегружать органы управления, логично предположив, что эффектами никто с корпуса управлять не будет. И весь этот функционал сделала доступным в мобильном приложении. И как по мне абсолютно правильное решение. Здесь у нас есть эмуляция гелевых фильтров, матчинг источника света, классический цветовой круг и большинство эффектов работают только в режиме белого света. А из RGB эффектов у нас есть эмуляция мигалок спецтранспорта и дискотечные огни. Но при этом работает пикер эффектов и светомузыка. И я подробно показывал, как работают два эти эффекта в обзоре Apoche Nova P600C. Поэтому если интересно, посмотрите тот обзор вот здесь вот в подсказке. Управления посредством DMX или тем более CRMX здесь нет. Как я уже говорил, все эти опции есть в более профессиональных светильниках Apoche. Хотя, например, DMX управление есть на гибких панелях Amaran серии F. На F22 я, кстати, делал обзор. Так что, как видим, наличие тех или иных функций отличается даже в самой линейке Amaran. Ну а теперь хочу вам показать новый компактный софтбокс Amaran LightDom Mini SE. Это октагональный софтбокс с диаметром 58 см и весит он всего лишь 730 граммов, а конструкция его настолько удобная, что разобрать его можно вообще одной рукой. В комплекте идут два рассеивателя, внешний и внутренний на полтора стопа. И этот софтбокс мне видится идеальной парой для сверх компактного моноблока Amaran COP60X, на который я также делал обзор. Если у вас небольшая домашняя студия и весь контент вы снимаете за столом или, например, проводите стримы, а места для установки больших модификаторов нет, то связка Amaran COP60X и вот этот софтбокс Amaran LightDom Mini SE просто то, что доктор прописал. Стоит он недорого, в описании можете узнать его точную цену на текущий момент. Ну что, давайте подводить итоги. Эпуча, как обычно, сделала топчик, по сути, закрыв последнюю брешь в своем ассортименте. Ранее у нее был один RGB моноблок LS600C Pro 600 ваттный, но не каждый мог его себе позволить и далеко не каждому нужно столько мощности. Теперь же у Эпуча RGB моноблоки есть на любой вкус и на любой кошелек. На этом у меня сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Если остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч!